Спартак играет кубковый матч в Махачкале. Что нужно Спартаку от этого матча? Ничего не нужно. Спартак финишировал в группе первой. А вот Махачкала еще может зацепиться за второе место. За второе место Махачкала может зацепиться. Третье вроде как они им гарантированы. Но за второе место они могут зацепиться. Напомню, у Махачкалы и Московского Динамо. Сейчас равное количество очков, но по личным встречам Московское Динамо выше. Поэтому если условно говоря и Махачкала и Московское Динамо выиграют, то выше оказывается Московское Динамо. Но если Динамо и Московское Динамо выиграют, то Махачкала выигрывает. Соответственно Махачкала оказывается на втором месте, а Московское Динамо улетает в путь регионов. Такая вот история. вот Махачкангей надо выигрывать, если так честно говорить, да. Надо выигрывать у второго состава Спартака. Скорее всего, второй состава будет Спартака. Потому что нету Барка, нету Гальды. Это значит, ну все. Это нападение у Спартака нет. В принципе нет. И атакующий полузащиты тоже нет. Литвинова не будет. Умярова не будет. Хлусевича не будет. Ну, Хлусевича это хорошо, что не будет. Но вместо Хлусевича будет Денисов играть. Зайбись. Наверное, с Максименко кого-то другого поставить на ворота. Ну, пауэрная зона, это пиздец будет. Проеб. Линия атаки у Спартака это проеб тоже. Кто там будет играть? Наверное, Мартинс и Игнатов. Я не знаю, кто еще. В защите, наверное, Чернов будет играть. Бабичу, наверное, дадут отдохнуть. В общем-то, очень экспериментальный состав Спартака будет на этот матч. Вот. Такая вот история. О Махачкале. В принципе, в Махачкале кроме как борьба за второе место, еще есть вариант это вот еще раз обыграть Спартак. Потому что в первом матче Кубка, который проходил в Москве, Мадина Махачкала обыграл Спартак. 1-0. Вот. Сейчас ради престижа тоже можно обыграть. К тому же, последний матч Махачкала проигрывает. В РП проиграли 0-1 ЦСКА. Вот. Я думаю, Махачкала скорее всего выстоит основу. Скорее всего, против Спартака вы выстоит основу. При поддержке своих болельщиков и они могут обыграть Спартак. Моя ставка на этот матч очень простая. Это то, что Динамо Махачкала не проиграет. Коэффициент 1-95. Такая ставка у меня на этот матч. Ставка сделала бы к месяц Контор Пари. Переходите на сайт пари.ру, регистрируйте, при этом вводите промокод Контора, пополняйте баланс на Касаре и получаете 2024 рубля фрибетом. Вот. Не верю, ребята. То есть я вот уже заебался верить Спартак. Просто заебался верить Спартак, да? Сегодня решил просто посмотреть, что в реальности должно произойти. Потому что, ну, там без Барка и Угольд там пиздец атаки Спартак. Ее просто не будет. Просто не будет. Да еще атакующей линии в принципе не будет, что Барка в принципе создавала такую еще линию, атакующей линии полузащиты до Литвинова не будет. блядь. Наверное, Зиняковский будет играть, Эдуард будет играть, Чернов, наверное, Литвинов, Лусевич, ну, Лусевич, это хорошо, что они будут. Вот такая вот история, потому что состав будет очень-очень, очень-очень слабенький у Спартака. Дома Махачкала почему бы и нет. Вот, вот поэтому я думаю, Махачкала не проиграет. Смотрим матч, болеем за Динамо Махачкалу против Спартака и ждем, ждем победы Махачкалы. Всем пока.